Долг платежом красен, особенно если это долг перед Родиной. Осенний призыв стартовал на Ставрополье, с призывниками пообщался Леонид Нечапуренко. Лечение в комфорте в Грачевском округе. Полным ходом идет ремонт медицинских учреждений. Все подробности в репортаже Екатерины Сегида. Лучшая мама Ставрополя, кто выиграл титул миссис Ставропольский край. С запуском многофункционального центра Машук поможет Федеральное агентство по делам молодежи. Руководитель ведомства Ксения Разуваева побывала с рабочей поездкой в Пятигорске и провела совещание с молодежным и волонтерским активом Северного Кавказа. В планах региона превратить летний форум в круглогодичный образовательный центр. Курировать работу большого юношеского кластера будут специалисты Росмолодежи. Но очень важно здесь спроектировать региональную составляющую, потому что Кавказ сегодня это очень высокопотенциальный регион с точки зрения внимания, туристического потенциала и так далее. Поэтому нам очень важно в этом направлении вместе с молодыми ребятами, которые сегодня здесь, у них горят глаза, они говорят, что они не хотят никуда отсюда уезжать, они хотят вызывать свои регионы. Это очень здорово. И, конечно, им надо давать здесь точку приложения силы. Первый ремонт за 90 лет. В Спицевке привели порядок поликлинику. Все это время жителям приходилось лечиться в полуразрушенном здании. До завершения капитального ремонта остались считанные дни. Екатерина Сегида одной из первых оценила обновление. По этой разбитой лестнице жители Спицевки долгие годы поднимались, чтобы попасть на прием к врачу. Есть и другой вход. Но и там настолько крутой подъем, что даже здоровому человеку тяжело подняться. Пандусов и вовсе нет. Но скоро мучениям пациентов придет конец. Это Спицевская участковая больница, где практически завершены основные все работы по реконструкции старого здания постройки 29-го года. В настоящее время производятся завершающие этапы. Это монтаж электрических панелей, осветительных, розеток, выключателей. В принципе, в течение ближайших 7-8 дней мы планируем это здание уже переехать. В левом крыле этого здания располагается круглосуточный стационар. Его отремонтировали три года назад. А в правом разместят поликлинику. Именно сюда жители Спицевки и близлежащих населенных пунктов будут обращаться за медицинской помощью. Еще несколько месяцев назад это здание было не узнать. Поликлиника в селе Спицевка не видела ремонта почти 100 лет. И теперь декоративная штукатурка на стенах, пластиковые окна, новая плитка. Сотни пациентов через считанные дни будут обслуживаться в комфортных условиях. Здесь будут располагаться кабинеты специалистов, непосредственно врача-терапевта, врача-педиатра, зубного врача, также акушерский кабинет, физиопроцедурный кабинет и кабинет просто процедурный. Под скальпели рабочих попало все. Пол, стены, окна, потолки, освещение. Полностью обновили фасад и оборудовали удобный вход, без лестничных препятствий. Такие изменения по достоинству оценили и сами пациенты. Обновление очень хорошее. Ремонт производится, будем говорить, что капитальный ремонт. Естественно, приятнее ходить в нормальную поликлинику или где, допустим, внизу там все разрушено. Масштабное обновление стало возможным благодаря краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». В ее рамках на ремонт этого объекта выделили больше 9 миллионов рублей. Но на этом останавливаться не планируют. Уже на 22-й год мы отконтрактованы. У нас будет производиться ремонт в трех фельдшерско-кошерских пунктах. Это село Тугулук, поселок Верхняя Кугульта и хутор Октябрь. То есть эти уже объекты запланированы, отконтрактованы. Надеемся, что все ремонтные работы начнут со срок. И тоже жители этих сел, населенных пунктов в 22-м году получат обновленные здания. А в отремонтированных поликлиниках все будет способствовать только одному – выздоровлению пациентов. Екатерина Сегеда, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. А 3,5 тысячи совершенно здоровых парней на Ставрополе этой осенью сделают радикально короткие стрижки. В регионе начался осенний призыв. Уже отправлены первые повестки, завершились первые медосмотры. В связи с эпидобстановкой особое внимание в военкоматах уделяют борьбе с коронавирусом. Есть и другие новшества. Леонид Нечапуренко пообщался с призывниками. Иван решил пойти служить сразу после школы. Порог военкомата перешагнул как обычный призывник, а оказалось, что он избранный. Его избрали как одного из кандидатов в президентский полк. Вот так неожиданно на 19-м году жизни у парня появилась мечта. Когда я приходил сюда, у меня цели никакой не было. Когда он мне сказал, что есть возможность попасть в президентский полк, я обрадовался. Сразу загорелся, можно сказать. Уже стало моей мечтой. И я хочу теперь сделать все, чтобы попасть туда. В свою очередь и на комиссию ждет и Артем. Это будущий строитель. Он учится в колледже и вообще-то имеет право на отсрочку. Но перед последним годом учебы решил взять академический отпуск и отправиться в армию. По патриотическим и практическим соображениям. Чтобы последний курс, сразу перейти к работе. Чтобы год не терять в практических навыках. Своя история у каждого из трех с половиной тысяч ставропольских призывников, что должны этой осенью уехать на службу. Одни уже готовятся бриться наголо, другие только получили повестки, а третьи пока проходят медосмотр. Б, К, Ш, М, И, строчку ниже уже не разобрать. Хороший призывник – это здоровый призывник. В дни борьбы с инфекцией эта фраза звучит особенно актуально. Только тест на коронавирус призывникам предстоит пройти трижды. Сначала в военкомате по месту жительства, потом в краевом сборном пункте и, наконец, по прибытию в военную часть. Но и традиционный медосмотр тоже никто не отменял. Вот как раз сейчас призывники его проходят. Восемь специалистов должны не найти проблем со здоровьем, чтобы было вынесено заключение. Годен к военной службе. Все сотрудники военкомата прошли вакцинацию. Дезинфицируют даже машины, на которых парней доставляют на сборный пункт. Действует с этого года еще одно новое правило. Тем, кому положена отсрочка, не связанная с состоянием здоровья, больше не нужно приезжать на медкомиссию. Ему нет смысла, и он не проходит медицинское освидетельствование на определение категории годности. Ему не надо прибывать в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Это очень значительно разгрузило наших врачей. Естественно, у них и так очень много работы. И поэтому очень удобно для призывника и гражданина. Тех, кого допустят к службе, ждет дорога дальняя или, чаще всего, не очень. Большинство ставропольских призывников традиционно останутся служить в сухопутных войсках на территории Южного военного округа. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Добавлю, что осенний призыв идет вплоть до 31 декабря. Но в октябре он стартует не для всех новобранцев. Например, жители Крайнего Севера начинают призывать спустя месяц после официального старта кампании. Также сроки отодвигаются для молодых селян, которые заняты в уборке урожая. Повестки им начинают приходить с 15 октября. Ставропольские мамы сменили удобные брюки и пучки на голове на роскошные платья и вечерние прически. Самые красивые и успешные родители накануне блистали в столице региона. У нас прошел финал конкурса «Миссия Ставропольский край». Главное условие участия – это минимум один ребенок. От нашей телекомпании одной из мам достался специальный приз. Кто получил победу и почетный титул, знает Ярослав Лапин. Представьте себе – семья, дети, да еще и свой бизнес. Как в таком плотном графике находить время на себя и оставаться при этом невероятно привлекательной? Ответ на этот вопрос точно знают прекрасные дамы из Ставрополя, Михайловска, Буденовска, Невиномысска, Железноводска и Нефтекумска. Женщины поборолись за звание «Миссис Ставропольский край-2021». Члены жюри выбирали самую лучшую супругу, маму и бизнес-леди в одном лице. Все участницы выглядели сногсшибательно. Их переживания за очаровательными улыбками были почти незаметны. Подходило все очень серьезно. Каждые выходные мы встречались, репетировали танцы, постановки, дефиле. Ну, как бы достаточно серьезно и долго. Конечно же, это трудно было, но в то же время очень было интересно и с огромным желанием приезжала всегда. В подготовительных этапах конкурса дамы участвовали в мастер-классах по разным направлениям. Это танцы, йога, рукоделие, умение стильно одеваться, делать прически и красивый макияж. Организаторы мастер-классов отмечают, что все участницы справились на отлично. Быстрый вариант создания макияжа с помощью одного карандаша, когда можно подчеркнуть контур лица, выдалить глаза и сделать светотени. Сложности, возможно, были немножко с прическами, потому что было трудно работать с платками. Мы брали платки и с помощью них создавали объемные дульки, хвосты. Тут было чуть сложнее, а так в целом все справились, молодцы. Но такой солидный титул лишь похвалами не заслужить. Во время финала участницы продемонстрировали, на что они способны. Они показали видеовизитки, творческие номера, чтобы впечатлить жюри. Отдельный приз подготовила и наша телекомпания. Специальный сертификат. Его обладательница станет гостьей программы «Актуальное интервью» на своем ТВ. Мало того, что это женщины красивые, молодые, они же ведь еще и матеря, они ведь еще и жены. Поэтому тут придется очень сложно и придется постараться, чтобы выбрать ту единственную, лучшую, хотя все прекрасные. Тут не поспоришь. И кому-то повезет сегодня больше, кому-то повезет, наверное, немножко меньше. Проигравших в этом конкурсе нет, ведь все участницы уже победители по жизни. Однако по итогам оценок жюри заветный титул получила Ставропольчанка Любовь Некрасова-Ерошкина. Мама двух детей теперь носит почетное звание «Миссис Ставропольский край-2021». Ярослав Лапин и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Больше новостей ищите на сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Далее прогноз погоды. Слово Марии Никитиной. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Расскажу о погоде на субботу, 9 октября. В Ставрополе пасмурные небольшие облака. Слабый дождем во второй половине дня. Днем плюс 10 градусов, ночью плюс 6. Также пасмурно в Изобильнинском и Новоалександровском округах. В Изобильном плюс 13, плюс 9. В Новоалександровских окрестностях плюс 15, плюс 9. Посмотрим на обстановку на КМВ. Там льет, как из ведра. В Пятигорске пасмурно, дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. В Минеральных водах плюс 11, плюс 7. Переменная облачность в Кисловодске. Днем плюс 9 градусов, ночью плюс 6. Переходим к востоку края. В целом погода хорошая, солнечная. В Ипатово и Дивном нефтекумске небольшая облачность. Плюс 15, плюс 8. В Буделовске плюс 15, плюс 7. В Арсгире плюс 16, плюс 7. На этом у меня все. Увидимся на своем.